У президента растет антирейтинг. И, как говорится, поверьте моей интуиции, этот антирейтинг у него выше, чем у замужного. И замужный останется на должности главкома, не останется. Является наиболее сильной, как говорится, альтернативой у Львы Александровича. Не Петр Алексеевич, у которого негатив, то есть, да, он ждал, что спустя время накопившийся слой грязи сам отвалится. Нет, этого не произошло. То есть, да, есть фан-клуб, там 7-8% в Верховную Раду евросолидарность зайдет. Но о президентских амбициях Петру Алексеевичу остается ждать подгоня для ему снова бульдоза. А вот замужный с его низким антирейтингом, ведь на выборах президента выбирают не того, кто лучше во втором туре, а того, кто является меньшим взломом. Но это если выбирают. Да, если выбирают. Ну, все равно выборы спустя какое-то время состоятся. Другое дело то, что и в Верховной Раде, которые, по идее, как говорится, должны будут перейти в бразды управления государствами, только оснаблятся в ОЖЕ с Банковой, там все посыпется. Там все посыпется. И не исключено, что вместо Стефанчука в кресло-спикере чудесным образом, вот вы говорите о печеньях, в самом случае эти печенья простимулируют, что окажется, ну, куда более такая компромиссная фигура Разумкова. Ну, за которой будут маячить тот же Петр Алексеевич, наши остатки олигархического кооператива, и все недовольные Зелеными и Зеленскими. Камбэк Разумкова, это, конечно, очень интересный ход, но я... Осенью это выглядело как абсолютно фантасмагорический вариант. Сейчас смотрю, что... Так, он рассматривался последним из возможных. Сейчас смотрю, что, ну, как говорится, коллеги через день поднимают тему. Но я продолжу все-таки по линиям раскола. По ним же бьют откровенные представители. Власти, ну, давайте так, власти. Ну, вот, смотрите, абсолютно с... Ну, там, ну, это должность. Это 118-я бригада ТРО, там, командир, который выходит, и давай рассказывать о том, что вообще с военными никто не считается на этих блокпостах, нужно простреливать колени, если человек отходит, отказывается выходить из машины. Если на нем не, как говорится, он был не при должности, не в украинской форме, а бы подумал, что это работает российский пропагандист. Именно потому, поскольку, вот, у нас же как считают, что, ну, у нас СБУ хлопает ватников таких откровенных, те, которые пишут, там, ВКонтакте, в Одноклассниках, там, логификация агрессии и так далее. А настоящий, вот, агент, он должен, наоборот, рвать на груди вышиванку или, там, украинский пикселик, вы это рассказываете о таких вещах, потому что ноги надо проследить. Лучше вот деморализатора, то есть, чтобы у людей отпало всякое желание иметь дело в ЗСУ, и они, там, по подвалам будут скрываться, просто на улице не будут появляться. Ну, вот, после таких заявлений, я думаю, что вот этому комбригу, и ему в Кремле, ну, вполне могли бы поаплодировать. Ну, а главкому как раз вот таких мясников надо снимать с должности, потому что я представляю, как он на одной из отличного состава. Вот, там был еще бы экс-айдаровец, который говорит о том, что порвем, не дай бог, если уклонисты сгруппируются, мы их порвем, железо, там, силу. Ну, вот, такое ощущение, что люди просто прокачивают гражданский конфликт, вот в этой ситуации. Вот, кем надо заниматься? Вот, такими турбопатриотами, после которых, к сожалению, вот возникает у меня такое ощущение риска руины, потому что, как говорится, самое ужасное будет после войны. Но экс-айдаровец не просто как бы пытается, речь идет о диком, да, который говорит о том, что уклонисты – это крысы, и даже несмотря на то, что там в противоправный способ, да, то есть вне норм права, но, тем не менее, ветераны их порвут. Возникает определенный, ну, какой-то здравый вопрос. А чего вы тут, ну, а что вы делаете в тылу? Вот. Так что ты делаешь? Ну, Александр, обрати внимание, что как раз громче всех, как говорится, самые вот такие отмороженные турбопатриоты, они не на нуле. Это просто, понимаете, это вот как в семейных отношениях, да, вот когда, ну, муж бьет жену, да, ну, абьюз такой, да, идет. То есть, вот он, этот муж, он не может дать по зубам, там, какому-нибудь наглому соседу, да? Он, да, отрывается на тех, кто не может дать, как говорится, в физиономии. Ну, это, естественно, это… Но я просто не хочу углубляться в эту тему, мы же прекрасно знаем, что некоторые, некоторых коллег вроде Джангирова до сих пор, как говорится, не можем понять, где они оказались в итоге, вот. Но ни к чему хорошему вот такие турбопатриоты, раскалывающие страну, ни к чему хорошему природе привести не могут. И это для страны, ну, и для тех, кто все-таки мыслят категориями, сохранение государства, ну, вот кому надо зашить рот в этой ситуации. Потому что людям, которые откровенно работают на раскол общества, на деление, там, уклонисты, неуклонисты, ну, для того, чтобы не было уклонистов, все-таки надо было как-то вести иную политику, поскольку два года назад военкоматы стояли в очереди. Это мы все прекрасно помним. Вот, было достаточно желающих, почему кое-кому посмотреть в зеркало, и, как говорится, понять, кто является частью проблемы. Именно та политика, которая проводилась все это время, желание сохранить систему, то есть, как говорится, и пользоваться его кладами, ничего не менять кардинально. Вот приемок к такому финалу. И понятно то, что даже если вы наберете 300-400 тысяч, качество, допустим, этой, в основном, потери несет пехота, качество этой пехоты уже никогда не будет на уровне, там, середины 2022 года. Потому что, во-первых, низкомотивированные люди, ну, как правило, это будет головная боль ротных, комбатов, поскольку чаще и чаще доходит информация, что люди просто пятисотятся. Ну, я хочу обратить внимание по поводу ТЦК. Мы сейчас перейдем к законопроекту мобилизации, его перспективах и, скажем так, драконовских нормах. Но я хочу с вами обсудить, как бабка пошептала. Во Львове объявили, что теперь будут боди-камеры у представителей ТЦК. Мы видим уже несколько видео из Одессы, и там, да, действительно эмоционально, но все очень культурно. То есть, такое ощущение, что прям, ну, вот такие, в лучших традициях. То есть, да, вот там настоятельно просят пройти, проверяют там какие-то данные. То есть, за ноги уже не тянут. Ну, вот конкретно в последнее время. Киевские представители ТЦК говорят, ну, извините, мы не можем там никого упаковывать. Мы вот полицию вызываем, протоколы составляем, если отказываются. Ну, вот такие моменты. Все вот как-то вот начинает обретать определенные формы абсолютно другого принуждения. Ну, смотрите, ну, есть, не, вот, в Киеве как раз и беспредела и раньше не было. В том же Днепре как-то на фоне Халькова и Одессы он выглядит весьма культурно. То есть, это все зависит, безусловно, от местного начальства. И, ну, вот эти все боди-камеры, стремление, но это все равно, что лечить онкологию аналогином. То есть, оно же не снимает проблемы того, что в нашем обществе, ну, в том, которую, как говорится, мы имеем по факту, ну, ничего другого, кроме как отбросив приличие, то, что у нас там демократия, там, свобода нашей религии, все это будет скомканно и отброшено в сторону. И все, и набирать, и вряд ли план будет выполнен, но то, сколько наберут, будут довольно жесткими и беспредельными методами. Другое дело, опять же, если бы эти методы касались всех, всех, вот, говорится, сверху донезу, в том числе и детишек, общество бы это понимало и принимало то, что, ну, когда видят то, что кому-то, как говорится, позволено боли, то, ну, как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, вот тогда, собственно, быки начинают, как говорится, выражать свое возмущение и прятаться в этой ситуации. Поэтому, я думаю, что такой закон будет принят, от беспредельной мобилизации мы не уйдем, вот, по-другому у нас просто быть не может, либо, ну, как говорится, все это обернется проблемами у военных. Ну, опять же, вопрос к тем, кто затыкал людьми вот эти прорехи на фронте, бросая там необученных треошников на ноль с легким вооружением, без бронетехники. Ну, примеров там, кто там не подумал, там было полгода подбахнуто, залить все бетоном и выставить минные поля, ну, почему-то, как говорится, вырыли канавы, там, с помощью, как говорится, лопат и элементарные такие блиндажи, ничего отдаленно не напоминающего линию Суровикина. То есть, время-то было, ну, тратили благополучно деньги, там, осваивали на плитке, на озеленении, вместо того, чтобы зарываться в землю, бетонироваться, ну, по полной программе. Поэтому, естественно, у людей пропала всякая мотивация, ну, за что гибнуть, возникает вопрос. Гибнуть за то, чтобы кто-то жрал от пуза, как говорится, и упаковал там своих детишек, там, на три поколения вперед. Ну, люди этого не хотят, поэтому, как говорится, в этой системе координат у нас все плохо. И, да, вот, вспомнили вот этого комбрига 118-й бригады. Ну, маленький концлагерь всегда проиграет концлагерь большому. Хотя бы по причине того, что у большого концлагеря ресурсная база на порядок больше в этой ситуации. А, по крайней мере, то, что нас всегда отличало в лучшую сторону, какая-то большая степень свободы. Ну, это все у нас потихонечку-потихонечку это все было выйдено. Ну, и если в России можно, там, сесть за фейки, у тебя конфискуют имущество, там, за пару постов в социальной сети, вот, судя, там, 72 года пенсионерку, у нас точно так же можно загреметь. Это план никто не отменял. Ну, и удивительно похожие нормы законодательства про мобилизацию сейчас очень популярно подалека, да, так цитируют. Ну, естественно, ну, ляпнул там по поводу электронных повесток в России, то, что, а теперь, ну, попал, называется, в положение хуже губернаторского. Ну, иногда надо сначала думать и, как говорится, смотреть хотя бы на несколько шагов вперед. Ну, это длинными планами, длинной перспективой наши власть-предержащие, по-моему, не живут. Законопроект пройдет? Со скрипом, я думаю, что он будет, но пройдет, деваться-то некуда. И, да, там, естественно, как говорится, свободы граждан пообрежут и сделают так, что если ты там не зарегистрируешься в течение, там, 60 дней в электронном кабинете, то ты априори уже виновен в нарушении закона, вот, а повестка уже, ну, как бы, вот этот момент личного вручения, естественно, выпадает. То есть, ну, и плюс карательные меры, вот, меры обеспечения, ну, вот, как говорится, свобода нашей религии, как что называется. То есть, поэтому законопроект не сильно отличается от предыдущего. Да, там, целый ряд таких более-менее адекватных правок внесен, ну, по сути, он такой же карательный. Андрей Владимирович, так и за границей уже не скрыться, если так брать нормы? Нет, ну, за границей люди просто, как говорится, тем, кому 15-16 лет, они будут правдой-неправдой натурализовываться, это не большая проблема для тех, кто там закончил школу, там, иное отношение, вот. И, естественно, ну, будут искать варианты и те страны, где проще там натурализоваться и, то есть, просто очень много у нас, еще раз подчеркиваю, и те, кто там делит на правильных-неправильных, и те, кто принимает такого рода законы, они все делают то, что для, ну, у украинцев было не даже, там, не 52, не 42, не даже не 32 миллиона, а так где-то плюс-минус 20 миллионов, чтобы, кажется, освобождалась земля. То есть, как можно меньше людей сожалело, там, украинского гражданства. Очень многие, да, и те, кто в Польше, они, ну, находят варианты. Есть те страны, где, там, допустим, в Черногории, там, сложно, ну, это специфика Черногории, там, сложно получить гражданство, но есть те европейские страны, где-то вполне реально, там, за 5-7 лет натурализоваться. То есть, поэтому, как говорится, у нас, то, что нас ждет, я думаю, что кончится война когда-нибудь, откроет границы, и на низком старте будут еще 5-7 миллионов, как минимум. Вот. То есть, такая, не знаю, примут ли, не примут Украину в ЕС, в НАТО, а вот индивидуальная евроинтеграция, она будет идти полным ходом. Ну, так просто паспорт не дадут, и консульские услуги не окажут, и вот эти ребята, которым 15-16, да, там, они в 14 паспорт получили, ну, там, тоже такой, с документами будут проблемы, все, теперь через ТЦК? Будет создавать проблемы, да, но, знаете, как, вытащить, ну, хорошо, там, встанет он на военный учет, но, а что его заставит, там, как говорится, сесть на автобус и приехать в Украину, если он не хочет служить? Ну, нет, это тупиковый путь. То есть, не меняя систему, еще раз подчеркиваю, вот условия страны, как говорится, где, как говорится, у тебя нет никаких прав, то есть, ты ничто, то есть, у тебя нет никаких перспектив в этой стране, ну, ничто не заставит, как говорится, возвращаться из более-не менее стабильной Европы сюда и, как говорится, становиться в строй, ничего не получится, не меняя систему, это, это палеотип, вот, закон о мобилизации, да, это надо будет пережить, да, это будет в этом году очень болезненно, это будет вызывание, но это, как говорится, особого богатства выбора у нас нет, или ужас без конца, или ужасный конец. Ну, так этот закон о мобилизации продлевает ужасный конец? Да, 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 ну, естественно, тут, как говорится, тут двух мнений быть не может. То есть, он решает частную проблему, но системные проблемы, они никуда не исчезают, они остаются, и они будут напоминать, ну, да, но наберут, допустим, там, 300-400 тысяч, как говорится, ничего еще не решают, этих людей надо одеть, накормить, а будь, поставить на денежное удовольствие, вооружить, обучить. А у нас 40 миллиардов дыра в бюджете, не обеспечено еще пока ничем. Да, там, могут дать, могут подбросить, проголосуют, возможно, в Брюсселе такие, за 50 миллиардов, но это же на несколько лет, вот, а дыра сейчас, в данный момент, и пока курс гривны держится, говоря, нашим спекулянтам на АВГЗ, поскольку им выгоден стабильный курс гривны, то есть, тем, что наш Нацбанк играет, ну, как бы там ни было, но, у нас, понятно, непопулярно хвалить, российский Центробанк, но Набиуллина, как банкир, повелась себя куда-то более ответственно, нежели пышной. Но у нас и играют с финансовыми спекулянтами, а это вопрос времени, когда в реалии заставят печатать гривну и, как говорится, это мы увидим по курсу в обменниках. Это будет дополнительный налог на, и без того, бедных украинцев. Андрей Владимирович, вы даете жене в долг? Ну, как говорится, тумбочка есть. А пышный дает? Нет, ну, это вот эти мансы последнего времени связаны. Видимо, на совет, там же ж, на ПК они дремлют. Вот те, что они ж должны покрыться, возникает все равно разрыв между образом жизни крупного буржуа и, ну, доходами, там, так, средней руки. Ну, никто, поверьте, никто из наших топов на зарплату не живет. Вот, ну, ну, по крайней мере, из тех, кто там обитает, вот, в Новых Петровцах, в Конча-Заспы, ну, там же, понятно, даже если у тебя, там, 10 тысяч долларов окладчины наблюдательного совета, но построить дом, там, за пару лямов баксов, ну, на эти деньги нереально. Ну, ну, у нас все это имеет такой формальный характер. Ну, и, соответственно, шпышному нам надо как-то вот этот баланс доходов с расходами продемонстрировать. Скорее всего, это вот вызвано именно этим. Потому что он, там, жене дал в долг, ну, как говорится, им виднее. Ну, у них такие семейные отношения. Я бы не брал, например, да, на месте жены. Пускай отдувается сам, как говорится. Ну, если, скажем так, подытожить, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете. Все-таки есть ли у нас перспектива выхода на переговорный трек? Ну, смотрите, мы, во-первых, узнали, что Объединенные Арабские Эмираты, как ни крути, оказывается, очень интересный и действенный посредник. Мы начинали с вами с обмена, и, как бы, украинская сторона молчит, молчит, а российская... Да, она принимающая сторона, она дает переговорную площадку, она создает условия, чтобы, там, говорится, ничьи уши, там, не торчали, чтобы не было утечек. Ну, благо, спасибо за это, но они идут, эти переговоры. Но в данный момент, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, ведь многие там обещали, что, вот, там будет Стамбул-2 и так далее, но я пока не вижу... Нет, ну Путин едет к Эрдогану в феврале для того, чтобы, да, поговорить о мире. Да, это вбрасывается, вот тот же Ставридис, ну, фигура уважаемая, 40 лет службы вооруженных сил, первый раз военный моряк, адмирал, командовал объединенными силами НАТО в Европе, ну, уважаемая фигура, но он уже 10 лет не играет, Ставридис. И он может озвучивать такие вещи, которые ранее озвучивал Киссингер, там, ну, как говорится, да, потеряйте территорию, но вот конфетка вас примут в НАТО. Ну, как быстро принимают НАТО, мы видим на примере Швеции. Да, решение было принято еще два года тому назад, по сути, а вот только сейчас додавили Эрдогана. Там, классическая разводка, вот, были же наложены санкции на турок за покупку С-400, вот, их выбросили из программы Ф-35, вот, турки обиделись. И, естественно, вот, там, в вопросе членства Финляндии и Швеции, естественно, проявили такой норов, там, зажгли красный свет. Ну, Финляндии доломали, вот, теперь по Швеции. Но, как только они дали добро на это, им же в обмен Ф-16, правда, последних модификаций, но Ф-16, все-таки тот самолет, который потихоньку снимает сооружение. А вот грекам, с которыми турки живут, как кошки с собакой, вот, пусть несколько десятков, но Ф-35 Соединенные Штаты поставят. А за это греки отдадут остатки советской, российской техники, которые попадут, скорее всего, в ЗСУ. В ближайшее время. Так себе, да, так себе обмен, конечно. Финальный вопрос. Я бы хотел у вас, как у политтехнолога, как бы впечатление спросить. Что вы думаете про Иванова и Петрова? Они попали в нешуточный скандал, было интервью, они как бы пытались, скажем так, прокомментировать внешний вид девушек, да, и, соответственно, сравнили с Аленой Аленой, рэперкой украинской, ну, такой тяжеловесной рэперкой украинской. И, в общем, смотрите, это абсолютно светская история, там, это Алена Алена там спрашивает у подписчиков, подавать или не подавать в суд. Видимо, ну, скандал действительно такой, шумно, шумно. Но эти-то Иванов и Петров, они ж вроде как политикой занимаются. Ну, знаете, эффективность, ну, вы помните по истории еще, когда там Еценюка пытались морковкой накрыть еще там в 13-м году, помните. То есть, ничего же это не поменяло. Да, такой громкий информповод, да, обсуждали, но кардинально это ни на что не влияет. И, собственно, у меня такое ощущение, что сейчас там они кошмарят этих лайфстай-блогеров, пошли там, знаете, вот сочетание, у меня возникает ощущение, что это сочетание такого политтехнологического рэкета, вот. Потом, возможно, вскроется подноготное там, но в данный момент, знаете, ну, чего не отнять, собственно, у Люмпина, это умение развести это на миссию. То есть, это, как говорится. А вот вопрос эффективности, что это даст и каким приведет результатом, да, ну, это будет иметь резонанс. Суд, как говорится, в платье. Но эффект, как у минусовщика, я знаю людей, которые без лишнего шума и пыли, имена которых, как говорится, в суе не звучат, но которые там еще там нулевые годы работали куда более эффективно и, скажем так, с конкретным результатом. Переворачивали избирательные кампании на отдельных округах. Ну, о этих людях мало кто знает. Ну, а когда человек работает для собственного публисити, ну, возникает такое ощущение, что, как говорится, интересы клиента и, скажем так, интересы некоторых политтехновов, они идут по расходящимся направлениям. Поэтому, ну, я думаю, что, как говорится, готовят, прекрасно понимают, что нынешние работодатели, они не вечно, естественно, пытаются сделать себе такое имя великих и ужасных, ну, которые будут там востребованы теми, кто придет последним. Ну, то есть сигнал определенный. То есть это не просто так. И у меня возникает подозрение о том, что, подозрение, подчеркиваю, это я не утверждаю, но подозрение, что там есть еще и такая-то коммерческая составляющая. Ну, вот в этом тотальном абьюзе лайфстайблогеров, там, ну, ведь это же не только там Исландия, это там сетка телеграм-каналов весьма специфического тока, где, ну, можно писать то, что раньше писали на стенах общественных туалетов, ну, вот такой стиль, как говорится, фирменный стиль. Ну, и были такие ситуации, я скажу, там, где фигурировали там персонажи из этой тусовки, где просто там год назад еще рейдерили, а потом там те, кто выступал там против, писал, взял и кровавые российские гроши, так-то, ну, ну, понимаете. Ну, да, схема, схема понятна. Схема известная, то есть, она же, как говорится, в любом случае, там, и грабишь, занимаешься коррупцией, одевай вышибанку, это лучший бронежилет в этой ситуации. Ну, кто патриота обидит. Да, это художника обидеть может каждый, а в вышибанке тут другая история. Это коррупционеры. Да. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо, друзья, за то, что посмотрели это видео, берегите себя и друг друга, увидимся, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok